Всем привет! Доброго времени суток! Мы на квартире. Ну что? Вот наша большая комната. Всё, мы это сделали. Наконец-то мы счастливы, мы довольны. Вот домашняя обстановка. Паренёк сидит у нас в домашней обстановке. Задумчивый такой весь. Вот. Мебель нам привезли. Вчера я не ездила сюда. Они у меня ездили втроём, я была в няньках. Всё, собрали мебель у меня. Вот три моих любимых человека. Это внук, муж и дочка. Диван. Это будет спальное место Денисина. Ну и для приёма гостей. А наша малышня, вот, ну как она двухъярусная считается, но она как... Да, двухэтажная, но она как такая низковатая, то есть можно на ней сидеть. Значит, здесь выдвигается ещё одно спальное место очень легко и просто с матрасом. Мы его, вот оно, оно какое большое купили. Значит, один спит здесь, а другой спит повыше. С этой мебелью у нас тоже были небольшие, но проблемки. Нам хотели привезти, должны были, не то что хотели, а должны были привезти до Нового года. Но 28 числа нам звонят и говорят, мы привезём только третьего. Естественно, мы возмущённые. Мы пошли выяснять отношения в магазин, что опять требовать надо было, как говорится, компенсации какой-то. А что просто так-то тут? Если по договору не... договор не исполняется, сколько можно уже терпежом нам заниматься? С окнами мы тут терпели, дотерпели. И тут мы не стали просто терпеть. Кто-то там тоже говорит в комментариях, что это такая баба-бой. Ну, а что делать? Такова жизнь. Короче говоря, мы сходили. Видео у меня есть по этому поводу. Поговорили с директором. Третьего числа нам, опять же, не привезли. Хотя мы целый день здесь прождали. Я психовала уже, просто я психовала. Мы до полдевятого вечера с мужем здесь были, не евши, не пивши. Вот. Но по итогу Ксюша своим, как говорится, мягким, корректным тоном, умеючи разговаривать с людьми, она вообще психолог по натуре, позвонила, опять же, этому директору этого магазина. И, вы знаете, он её посчитал за адекватную девушку и сказал, говорит, всё, давайте 4 января мы с вами встречаемся. Пол второго в магазине «Лента». Я вас везу и везу мебель. Доставка будет вам бесплатна и подъём на четвёртый этаж. В смысле, и подъём на этаж, квартиру будет бесплатно. Но он не знал, что это будет четвёртый этаж, когда он услышал от Ксюши, что это самый высокий, высоко надо бы нести. Он, конечно, был очень недовольный. Ну, а что уже? Слово «не воробей». Не... Чё, не вылетишь? Вылетит, не поймаешь. Вылетит, не поймаешь. Так что ж, рассказал, что ты нам бесплатно это сделаешь. Всё. Ну, так он и сделал. То есть, где-то мы выиграли, а так бы надо было 1100 за доставку и рублей 500 надо было поднять на этаж. То есть, Ксения сэкономила 1600 рублей практически. Да. В общем, мы такие довольные. Всё у нас здесь, я думаю, что и очень даже хорошо смотрится. Вот у нас такая тут тюль пока висит. Шторы пока не будет. Но у нас, в принципе, на нас смотреть некому, потому что дом далеко. Дом стоит вон далековато. Здесь как бы двор. И особо видно, ничего тут не будет. Ну, а тут как бы детская комната. Всё у нас тут чистенько. Диванчик один, диванчик второй. Ну, и вот в Леруа купили мы сегодня вот такую накидушку детям на кровать. Где-то она стоит рублей 400. Такую недорогую мы купили. Смотри, потолок там, да, Денис? Также мы всякие вот причиндалы купили. Что у нас тут? Плитуса для стыков этого линолеума. И, конечно же, мы купили линолеум на кухне. Мы же начинали клеить обои на кухне. Но этот эксперимент у нас провалился, не удался. И мы, да, потратились. Что-то где-то накопились, какие-то у нас денюжки. И купили линолеум. Вот он, он лежит. Значит, его будем мы селить. Вот у нас кухня, ещё надо её обиходить, обуютить. А так, смотрите, как уютно смотрится. Вот этот стол, кстати, мы нашли. Нашли на мусорке. Это будет стол у нас для Дениса. Он вот так вот раз. Очень там ножки металлические раскладывается. И это его будет как бы письменный стол. Тут всякие полочки есть. С той стороны тоже полочка, а с той стороны не залезть. А там нету ничего, я так поняла. Ну, ладно. В общем, вот это вот у него как бы будет рабочее место пока. Пока так, да? Вот. И мы купили ещё вот такой коврик. Это у нас при входе будет, да, коврик? Дениска уже сложил. С рваненькими штанёшками ножки хорошащие на коврик положил. Нет ещё? Так, Ксения собирается на работу идти. Намыла голову. Ей надо. И покрывало купили в спальню. Ксении в спальню. Вот это покрывало мы купили. Светофория. Оно тоже, конечно, такое не шибко. Такое прямо аж, прямо аж такое богатое. Но пока ничего. За 600 рублей. Как раз на кровать. Был светлый цвет. Ну, прям почти белый. А я что-то отговорила. Говорю, да ну, почковитое. Да тут и так всё светленько, в принципе. Кровать вон белая будет, будет как-то это, теряться. Давай вот этот тёмненький. Ну, она меня послушалась. Вот, купили ещё такую накидушку. В общем, мы счастливые, мы довольные. Две комнаты у нас уже как бы приведены в порядок. Но ещё не всё обрано. Вот, надо ещё тут убирать. На полу кое-чего лежит. Вот, ну, всё. Дед у нас доделывает прихожую. Вот фанеры, дедушка. Дедулечка наш любимый, да? Так, это фанера, да, Вов? Нет. ДВП? Это пойдёт у нас на потолок. Стены же мы обклеили. А это мы тоже купили в Леруа. Вот такое ДВП. Это пойдёт на потолок. То есть, вот он сейчас пока начнёт. Время сейчас уже сколько у нас? Почти два. Почти два часа. Мы сейчас пообедаем. Мы очень долго... Отпилить лобдика. Я отыскала всякие телевизоры. Где тебе дедушка? Нет, лобдика мы отпилить. Мы очень долго пробыли в магазине, в Леруа. Вот. И поэтому приехали. Сейчас пообедаем. И Ксюша поедет на работу. Ну, а мы тут ещё немножечко что-нибудь поделаем. И тоже поедем до дома. Да, Дениса? Тебе нравится здесь? Да. Красота ведь. Вот убрать бы мусор, так всё, в принципе, можно заезжать. Ну, там не мусор. Там ещё у нас вон инструменты. Это у деду надо. Это дедушкины инструменты. Тут все пока ещё причиндалы. Это всё, да, уберётся у нас. Можно заезжать? В принципе, уже можно, да, заезжать. Ну, надо, видишь, холодильник. Вот тут у нас ещё тоже причиндалы. Вот это всё надо ещё то ли выбросить, то ли не знаю, куда что это всё сложить у нас тут. Да? В общем, вот так. Мы счастливы, мы довольны. Всем желаем тоже и счастья. Довольна. И довольна. Довольна. Всего хорошего. Да. Будьте добрее друг другу. И к нам тоже. Пишите нам хорошие комментарии. Не... Не негативьте. Не негативьте. Не негативьте. Если вам не нравится фраза, добра и позитива. Добра и позитива, да. Вон, видите, Ксения у меня. Она умеет разговаривать с людьми. Она находит контакт у меня хорошо. Это я эмоционирую сразу же, начинаю тоже негативить. Я тоже такая же негативная. Ну, жизнь такая, знаете, штука сложная была. Поэтому очень много приходилось испытывать чего и как. Но в целом всё хорошо. Прекрасная Маркиза. Всем пока-пока. В общем, с обоями у нас эксперимент провалился. Поклейка обоев на пол. Ну, потому что вот они тоже у нас все отклеиваются. Вот здесь отклеиваются. Вот здесь. Середина наклеилась просто замечательно. Мы её уже истоптали тут, эту всю. Тут так мы лаком и не покрыли. Вот здесь мы покрыли лаком только на один раз. И передумали дальше тут доклеивать это всё. И решили положить линолеум. Линолеум, да? Вот он у нас такой серенький будет линолеум здесь лежать. Мы купили сегодня определённый размер. Он у нас обошёлся в 3200. Ну, что делать? 3200 это деньги. Ну, во всяком случае. Сейчас мы с мужем его поможем. Ну, вот в коридоре муж решил сделать ДВП. ДВП. Закрыть этот страшный потолок. Потому что он там где-то закруглённый. И чего-то это уж натяжной мы здесь не стали. Хватит уже нам натяжных потолков. А здесь купили ДВП. 3 листа определённого размера. Он сделал вот такую обрешётку. И покрасили с одной стороны белым цветом под потолок. И всё. И он, значит, приколотит здесь ДВП. Потом покажу в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok